Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 18 июня и начинаем наш разбор как всегда с пары евро-доллар. Ну а я перед началом напомню, что как и каждый понедельник, сегодня в 18.30 мы с вами встретимся для того, чтобы более подробно разобрать каждый из инструментов с ориентиром на предстоящую неделю, ну и подвести итоги недели предыдущей. Ну и соответственно, если вы еще не подписаны на канал Admiral Markets, то обязательно это сделайте, чтобы не пропустить данное видео. Ну а мы начинаем с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция нисходящая сохраняется. Ближайшие цели по снижению это уход ниже минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, обновление данных минимумов и движение по направлению на 1.1463. Ближайший разворотный уровень пока остается на максимальные значения, которые были зафиксированы в четверг по цене 1.1852. По паре британский фунт и американский доллар также тенденция нисходящая сохраняется. Подошли к уровню поддержки минимальных значений, который был сформирован 29 мая. Следующая цель это обновление данного минимума, то есть уход в область 1.3041. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на максимальные значения, которые были также в четверг зафиксированы, как и по паре евро-доллар в области 1.3448. По паре американский доллар и канадский доллар сохраняется. Тенденция восходящая. Следующая цель рост это область 1.3336. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимальных значениях 14 июня, также четверг, область 1.2948. По паре американский доллар и японская иена также сохраняется тенденция восходящая. Следующая цель рост это движение в область 1.1187. Ближайший разворотный уровень по данной паре отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы также 14 июня по цене 1.10989. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжат свое нисходящее движение. Следующие цели по снижению это область 1.7374. Ближайший разворотный уровень в среднесрочной перспективе остается на максимальных значениях 13 июня. Максимальная цена была 76.11. Ну и локальный уровень на максимуме пятницы 74.82. По паре еврофунт сохраняется тенденция нисходящая. Цели это уход ниже области поддержки, который сформирован по цене 87.17. Минимум, который был 5 июня 31 мая и вот в пятницу также подошли к этому области поддержки. После ухода ниже данного уровня открываются предпосылки на снижение в область 86.70. Ну и соответственно далее до 85. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях 14 июня. Среднесрочный и краткосрочный находится на максимуме пятницы 87.55 цена. Золото в пятницу смогло преодолеть минимальное значение, которое было зафиксировано по цене 1292. Что в рамках часового таймфрейма и в общем среднесрочной информации у нас переводит в фазу нисходящего движения. И на текущий момент золото в данную фазу и переходит. Следующие цели по снижению этой области 1258 долларов за тройскую унцию. Но ближайший разворотный уровень находится на максимуме 14 июня, который зафиксирован по цене 1309. Ведь пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. По нефтемарке Brent также в пятницу мы видели переход вновь в фазу нисходящего движения, точнее ее продолжение. И на текущий момент мы ушли ниже минимумов, которые были 5 июня зафиксированы. Что и в среднесрочной перспективе дает предпосылку на более затяжное снижение по нефтемарке Brent. Ближайшая область – это 71 доллар 10 центов за бочку нефти марки Brent. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях также 14 июня, который был зафиксирован по цене 7687. По индексу DAX общая тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста – это движение в область 13376. Ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях, которые были зафиксированы 13 июня по цене 12771. Ну и биткоин пока сохраняется. Тенденция нисходящая в среднесрочной перспективе, по крайней мере до тех пор, пока мы торгуемся ниже уровня 6868 долларов за один биткоин. Это максимум, который был 12 июня зафиксирован. Мы видим, что волатильность последних нескольких торговых дней практически отсутствует. Но, тем не менее, для того, чтобы говорить о возобновлении роста по главной криптовалюте, нам необходимо увидеть уход выше максимума 12 июня. Ну а пока цели по снижению – это область 6027. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Как всегда, напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Всем желаю хорошего торгового дня, хорошей торговой недели и увидимся вечером на вебинаре. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok